Охрана здоровья населения и развитие системы здравоохранения – это приоритетная задача не только для Кыргызстана, но и для всего мира. Реализуемые проекты способствуют улучшению здоровья человека, несмотря на внешние угрозы. Такие как экология, неправильное питание, ограниченный доступ к питьевой воде и многое другое. Настоящим испытанием для человечества стала пандемия коронавируса, унесшая жизни сотни людей. Нашим партнерам порадить эффективную реализацию программы. Выступая на саммите здравоохранения, председатель Кабмина Аклбек Джапаров отметил необходимость принятия соответствующих мер по активному развитию частного сектора здравоохранения, а также государственно-частного партнерства. По его словам, государство должно создать здоровую конкурентоспособную среду для того, чтобы у граждан было право выбора в получении качественных медицинских услуг с привлечением крупных инвесторов в отрасль. На сегодня приоритетами признаны развитие первичного здравоохранения, семейной медицины, обеспечение доступности медицинских услуг для населения в рамках программы государственных гарантий. За годы независимости Казахстана удалось преодолеть системный кризис здравоохранения. Казахстану удалось создать систему, которая позволяет обеспечить доступность медицинских услуг для населения во всех регионах страны в рамках программы государственных гарантий и дает возможность функционировать сектору в условиях рыночной экономики, оперативно реагируя на нужды населения. Ежегодно увеличивается финансирование сферы здравоохранения. Как отметил Аклбек Джапаров, если в 2010 году консолидированный бюджет системы здравоохранения составлял 5 миллиардов сомов, то в этом году уже 34 миллиарда сомов. На следующий год он составит более 37 миллиардов сомов. И это без поддержки международных партнеров. К примеру, только по реализации программы «Здоровый человек. Процветающая страна» проведены мероприятия по реагированию на COVID-19, национального плана вакцинации и дальнейшие шаги развития системы здравоохранения. Программа 2030 определяет цели и задачи развития системы здравоохранения до 2030 года, направленные на охрану и укрепление здоровья человека. Совместно ежегодный обзор и саммит по здравоохранению является основной площадкой для обсуждения прогресса и для выработки предложения по дальнейшему процессу ее реализации. Совместно с партнерами по развитию мы должны обсудить основные достижения, трудности, возникшие во время реализации и выработать ключевые рекомендации по ее дальнейшей реализации. Международные партнеры также намерены продолжить реализацию программ по обеспечению населения и возможности получить медицинские услуги. К примеру, такие программы реализуемы Минздравом совместно с международными партнерами, как Мана Асталеми и Дэн Солук. Достижения программы «Здоровый человек. Просветающая страна» определяет новые пути и возможности реализации госполитики в этой сфере. Нам нужно объединить усилия для поддержки и развития системы здравоохранения в Кыргызстане. Отрадно, что эта программа развития поддерживается со стороны руководства страны различными программами, нацеленными на охрану здоровья населения. С повышением заработной платы медицинских работников создана благоприятная среда притока отечественных специалистов в медицину. Внедряется система прослеживаемости лекарственных средств. Внедрена финансовая автономия организации здравоохранения. Все это способствует улучшению предоставления качественных медицинских услуг населению и доступа к ним. Надежда Усова, Чингазумагула, ФАЛАТО, 24.